Это офис миграционной службы в трех километрах от моей квартиры. Русским сюда лучше не обращаться, потому что идут почти повальные отказы в получении вида нажительства. Значит, чтобы подать документы на вид нажительства, ты должен снять квартиру в аренду на год. Заплати за полгода, плюс за два месяца депозит, а потом раз, тебе отказывают. И ты должен через три месяца из этой страны куда-то убраться. Дальше вопрос, а что с квартирой делать? Ну, первое, что приходит в голову, ну, давай, значит, я сдам эту квартиру в аренду кому-то другому. Говорят, трудно. Большинство хозяев не позволяет такие вещи. Ну и попадос. Я хочу найти хоть одну семью, которая не побоится рассказать свою историю в кадр, что вот мы, да, сняли квартиру, вот отдали вот такие деньги, а теперь вот нам отказ, и мы не можем получить ВМЖ. Я разговаривал с юристами, которые оформляют, и говорю, ну, дайте мой контакт кому-нибудь из пострадавших. Нет-нет, боится юрист, говорит, никто и с вами разговаривать не будет, все всего боятся со страшной силы. Ох, Россия, мы всего боялись. И вот добоялись. До Украины мы добоялись. Первая мысль, что нам не дают вид на жительство, нам всем русским, из-за войны в Украине. Что Турция, мол, не хочет ссориться с Путиным, мало ли чего, лучше, так сказать, русских поприжать. И как только русские узнают, что значит не дают, перестанут типа сюда, в Стамбул, ехать. Едут. Я уже вот в одном ролике говорил, что нам не дают вид на жительство, все равно едут. Вот юристы, которые занимаются оформлением, говорят, просто толпы вас прибывают сюда. Я говорю, да рейсы уже перекрыты. Нет, говорит, едут со страшной силой. Значит, самое важное. У них было совещание этой миграционной службы 10 февраля. И вот здесь местные юристы, русские, мне говорят, там было указание. Они подписали решение о том, что они резко сокращают количество выдачи так называемых туристических виз. Вот эти виды на жительство, они у нас туристические. То есть без разрешения на работу, сроком на год и все в таком духе. А бывают еще такие более серьезные виды на жительство, когда у тебя есть реальная работа, разрешение на работу и многое-многое другое. Студенческие не подходят. Только туристические они зажимают. Говорят, что инфраструктура не справляется. Так, меня охранник уже повязал, говорит, не снимай этот офис миграционной службы. Да бога ради, вот прям великая тайна. Итак, 10 февраля, то есть еще за полтора месяца до начала спецоперации, войны на самом деле. Я войну в Украине называю войной. Значит, за полтора месяца до начала войны турки решили, что надо сокращать количество туристических видов на жительство. И не сокращали до, мне сказали, примерно 3-4 марта. А вот потом начались вот эти повальные отказы. И вот уже 3 недели, как уважающие себя юристы, которые занимаются этим оформлением, говорят, ребята, мы пока у русских не берем новые заявки. Нет смысла. Давайте потом, когда немножко, так сказать, ситуация образумится, образуется. И у меня один вопрос. А в чем дело? Ребят, если это не политика, то что? Юристы говорят, нет, ну понимаешь, не справляется инфраструктура. Вот район, в котором я нахожусь, называется Эссен-Юрт. Это район, про который говорят, он плохой, он бедный. Значит, здесь очень много беженцев из всякой там Сирии, опасных людей. И поэтому все жилые дома здесь со страшной силой огорожены колючей проволокой. А в школах переполнено все, детей немерено. Ну, ребят, я не очень испугливых, да, меня, так сказать, сирийскими беженцами точно не напугаешь. Но дело не в этом. Значит, я поселился через трассу Е5 в районе Белик-Дюзю. Вот прошлый ролик, вот я делал здесь, рассказывал, какой там прекрасный парк, какие прекрасные места. Но, если честно, вот здесь, в этом Эссен-Юрте, я вам покажу несколько мест, которые, ну, прямо скажем, не хуже. Но уже они далеко от моря. То есть, вон они, видите, новостройки. Вот за ними проходит трасса Е5. И за ней начинается район Белик-Дюзю. И там парк, спускающийся к самому морю. Там все подороже. Здесь все чуть подешевле. Ну, ребят, кстати, вот же парк еще один. Сейчас, ну-ка, зайдем. Так, вот вход в парк, прямо напротив здания миграционной службы. Дайте-ка я посмотрю, как здесь что устроено. По-моему, парк тоже в стиле Собянина. То есть, никакой резьбы, никакого золота. Все стильно, современно. Так, ну ладно, нам не до парка. Значит, люди русские попадают на деньги. Причем очень жестко. Вы представляете, если снял квартиру на год, а должен через три месяца отсюда убираться. Это же жесть. Значит, я не понимаю эти разговоры, что инфраструктура не выдерживает. Какая инфраструктура? Квартиры пустовали. Мы их сняли в аренду. Кстати, говорят, что уже аренда за последний месяц здесь вот в этих краях вдвое увеличилась в цене. Не знаю, может быть, это и сказки. Я не могу в это на 100% верить, потому что огромный город Стамбул. Не знаю, миллионов 20 здесь живет. Вот в этом районе, СНЮр только, больше миллиона человек. А там через дорогу Бейлик-Дюзю, это еще, по-моему, 300 тысяч. И так далее. То есть, огромный массив. Сколько бы нас, русских, сюда не добралось бы, да мы здесь растворимся вообще незаметно. Какой уровень цен мы тут можем, на что повлиять. Ну и в конце концов, если говорить об экономике Турции. Да им выгодно, чтобы мы приехали сюда, пусть какими-то последними деньгами, но мы их будем просто здесь тратить. Вы понимаете? Это то же самое, что импортировать свои вот эти помидоры, но без геморроя, без расходов на перевозку, таможню и все остальное. Прямо деньги сами приехали в американских долларах и купили здесь помидоры, шаурму, еду и так далее, да? Это выгодно стране? Да. Так давайте всем ВМЖ. Нет. Что-то здесь бюрократическая игра какая-то. Что еще я должен сказать об экономике Турции? Что у них в декабре курс национальной валюты упал с 11 лир за доллар, скакнул до 18 и вот сейчас откатил до 14 с половиной. Но местные были в шоке. При таком скачке у них было все как в России. Народ бежал покупать холодильники, какие-то иномарки подорожали безумно. Один из местных жителей, русский естественно, в этот момент очень удачно купил квартиру. Он, значит, купил квартиру за 650 тысяч лир турецких и квартира была в лирах, а доллар в это время скакнул. И он сдал свои доллары по чуть ли не 18 и ему получилось, что квартирка обошлась в 45 тысяч долларов или даже меньше. Вы поняли, да? Сейчас уже меньше, сейчас стабилизировалось, сейчас Эрдоган объявил, как вы знаете, что он гарантирует всем местным жителям, если у них вклады в банках в лирах, он гарантирует, что они не потеряют ничего, даже если курс доллара опять скакнет. Поэтому местные успокоились, потому что, в общем, гарантия Эрдогана. Ну ладно. Но тем не менее, международные агентства снижают кредитный рейтинг Турции. Они не уверены, что Турция может платить по своим внешним долгам. А долгов у страны много. Ну, честно говоря, наверное, перебрали. Потому что самодостаточная страна, прекрасная экономика, сельское хозяйство. Сами себя кормят, поят, одевают, все делают. Ну, наверное, можно было не слишком много брать денег в долг за границей. С другой стороны, на эти деньги построены все вот эти скоростные магистрали и много чего. Я ничего не знаю, да, так сказать. Я вот не до такой глубины еще погрузился в экономику Турции. Читаю. Главный момент – это процентная ставка местного центрального банка. Вот как только Эрдоган ее резко снизил, тут курс национальной валюты и упал. Вот она сейчас какая? Вот я даже этого не могу найти. Я вчера вечером уже сидел на сайте Минфина Турции. По-английски все хорошо написано, но я не настолько знаток финансов по-английски, чтобы я разобрался. Не разобрался. По крайней мере, я увидел, что у Турции внешних долгов 125 миллиардов долларов краткосрочного долга. Вот это я там увидел, а это очень важно. Краткосрочное, значит, платить надо будет очень скоро. Ох, эти люди, как они заплатят такие деньги всяким внешним кредиторам. Может, лучше все-таки объявить Турции дефолт? Звучит страшно. На самом деле, да пошли ни нафиг эти иностранцы, не платить им. Аргентина, по-моему, за последние лет 20 уже раз 5 объявляла дефолт. И ничего, отлично живет Аргентина. Поэтому я считаю, что Турции надо простить всем иностранцам их долги. Пошли они нафиг. Те, кто сейчас оформляет вид на жительство в Стамбуле, говорят, главное не залезать в район Эссен-Юрт, потому что он переполнен народом. Ну и Фатих. Это самый центр, где вот старинные мечети, вся красота. Ну, там, наверное, всегда все было переполнено последние 2000 лет. Вот он, Эссен-Юрт. Как видите, здесь кругом строительный бум. Даже там многоэтажки, а тут понастроено. И вот кругом еще строится, строится, строится. И все это продается. И все это, судя по всему, продается в основном туркам, а не иностранцам. Ну, не сирийские же беженцы, бедные, так сказать, от войны сбежавшие. Не они же будут тут покупать квартиры. Эссен-Юрт, это район Труженик. Там, ребята, шиномонтаж держат. А дальше вот чуть ниже, на первом этаже, мебель плетеную. Прямо сейчас клепают пистолетами. Все жужжит. А вот здесь, интересно, что будет? Что будет вот здесь? Напрашивается парк на этом пустыре. Но, конечно, всяким строителям было бы выгоднее нафигачить здесь вот такие человейники. Однако, с точки зрения государственной политики разумной, было бы классно сделать парк. Вот и посмотрим годика через три-четыре, что здесь будет. Парк для народа. И значит, власть здесь хорошая. Или человейники и куча денег. И тогда власть плохая. Вот этот район Сен-Юрт. Вот примерно километр от трассы Е5. Это вот сплошные вот такие новостройки. И это плохой и бедный район, правда. Чего-то не очень верится. Ну, ладно. Только я не пойму, это вот сирийские беженцы здесь покупают квартиры, правда? Наверное, в Сен-Юрте не так уж хорошо с бизнесом. Видите, вот здесь, на первом этаже этого жилого комплекса, автосалон, в котором вот такой чудесный, старинный, антикварный Мерседес. И новенький Пежо. Очень мне Пежо нравится. Не знаю, что в них красиво. А дальше, видите, руины на первом этаже этого жилого комплекса. Видимо, не удалось им сдать в аренду вот эти все. Поэтому выбитые стекла, поэтому ничего не развивается. Но в жилищном комплексе люди живут худо-бедно. Слушайте, не все такие богатые, чтобы покупать себе виллы у моря. И здесь тоже можно жить, в районе Эссен-Юрт. Хотя, говорят, не надо. Лучше бейлик дзюзю. Ладно, ладно, слушайте, я пока только изучаю поляну. Итак, я призываю всех русских, которые сняли квартиру на год и которым отказали вид на жительство. Давайте я расскажу вашу историю, маленький репортаж сделаем, а? Я не знаю, это вызовет сочувствие. Кто вам захочет помочь? Одному богу известно, но в конце концов найдется хоть одна смелая семья, которая просто расскажет о своих проблемах. Вы что, против власти, что ли, турецкой идете? От того, что вы рассказываете, что вот как с вами поступили, а? Они действительно выглядят и mitigation. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Продолжение следует...